Всем салам алейкум. Сегодня я готовлю такую восточную сладость, восточную сладость, точнее чак-чак называется. У меня здесь 10 яиц, вы можете приготовить поменьше из 5 яиц тоже. Я на 10 яиц добавлю 1 чайную полную ложку соды. И сейчас буду это все перемешивать миксером. Можно также вилкой тоже, но сегодня я решила это все сделать миксером. Сейчас мы будем это все перемешивать. Вот она у нас уже стала такой пышной массой. Теперь я это все буду... Сейчас сначала стиму колечко, чтобы нам не мешало. А, только здесь ее возможно снять, конечно. Так, это все я буду сейчас замесивать тесто. Из этого все замесим тесто. Уберем миксер подальше, пока он нам будет... Вообще он больше нам не нужен. Тесто замешивать буду я руками. Вот наше тесто. Так, чуть-чуть подниму штатив, потому что не видно. Неудобно. Короче, сейчас все будем делать. Так, сейчас будем раскатывать наше тесто. Я его сделала очень-очень туго. Не знаю, как буду раскатывать, но попробуем. Так, вот мы его раскатали. Как можно. Тонко, конечно, надо раскатать. У меня это не очень хорошо получилось, потому что оно у меня... Я его слишком туго замесила. Так, ну ничего. Так тоже можно. Сейчас убираем и будем раскатывать все остальные тоже. Так, все четыре я уже раскатала. Не буду показывать все четыре. Сейчас буду навязать. Я вам покажу, как я это все буду делать. Нарезаем вот так. Так, дальше. Очень-очень тоненькая. Вот так вот. Некоторые, конечно, не получаются тонко. Сейчас будем со всем нашими кружочками раскатанными нами. Короче, одним словом со всем тесто будем поступать вот так. Вот. Вот так вот. Вот так вот. У нас получилось. Сейчас я буду ставить кастрюлю. Лучше, конечно, поставить казан и залить туда масло. Масло должно быть прям, можно сказать, раскаленное. Сильно раскаленное, чтобы они у нас хорошо прожали. Чтобы они не впитывали это масло, а жарили сразу. Этот момент тоже я обязательно сниму. И у меня будет кастрюля, потому что казана у меня нету здесь, а я буду жарить в кастрюле. Вот такое вот у меня масло. Вот это все масло я буду заливать в свою кастрюлю, в которой буду их жарить. Поставлю его на огонь, чтобы оно у нас сильно-сильно-сильно раскалилось. Масло у нас уже раскалилось. Сейчас немножко отправим. Все вместе нельзя. Добавляем по чуть-чуть. Вот так вот. Сравится оно очень быстро. Добавляем еще. Вот так вот мы их пожарили. Сейчас будем готовить мед. Один килограмм сахара, одна кружка воды, вот такая вот 250-граммовая кружка воды и одна чайная, не полная чайная ложка лимонной кислоты. Все будем сейчас ставить на огонь. Здесь у нас килограмм сахара. Килограмм можно оставить. Добавляем вот одну кружку воды. 250-миллиграммовая кружка. И сейчас будем мы это все ставить на огонь и растопливать. Когда она полностью у нас растопится, сахар когда у нас растопится, короче, вы меня поняли одним словом. Мы добавим туда лимонной кислоты. Не полная чайная ложка лимонной кислоты. Отравили мы вот такой таз. Чуть-чуть греем его. Также у нас уже мед готов. Вот он наш мед. Вот так вот. Сейчас будем все перемешивать. Так, залили наш мед и вот так вот все перемешиваем. Вот так вот. 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 Можно было бы сверху его украсить грецкими орехами. Сейчас я просто поставлю в прохладную комнату часа-полтора, чтобы она схватилась. Чай-чай мы вот так нарезаем и ставим в пакет. И вот надруга не ставим два вот так. Плотно закрываем пакет, чтобы он у нас не стал таким твердым. Можно убрать в прохладное место. Или в холодильник, или в прохладное место какое-нибудь. Каждый раз, когда снимаем печенье, просто нарезаем кусочки, квадратики, ромбики и подаем к чаю. Спасибо. 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 Спасибо.